Всем привет! Недавно на РОФе поставили новое обновление «Источник пламени», с которым нам подвезли новые непонятные способности свержения. Давайте вместе разбираться, следим за курсором. Начнем с теории. Для того, чтобы усилить способности свержения, нам нужно открыть инвентарь, найти где у нас находятся татухи. Под татухами есть усиление способности свержения. Кликаем на эту иконку. У нас выскакивает окно усилий способности, напоминающий усиление гомункулов. Каждая сфера показывает уровень способности и процент ее прокачки. Что за скиллы, которые нам предлагают развить? Первый скилл – это «Источник огня». Прокачивает статы физмок атака оружия, атаку атрибутом, атрибут деф. В зависимости от уровня, от плюс 40 до 400. С каждым повышением уровня будет плюсоваться плюс 40. Далее «Исток жизни» отвечает за бонус энергии, опыта и ИСП. В зависимости от уровня, от 3% до 30. Далее идет «Частица огня». Добавляет чистый урон, а также деф урон. В зависимости от уровня, от 4% до 40. Тотем огня дает силу крит атаки для всех атак и крит деф. В зависимости от уровня, от 4% до 40. Далее у нас остается «Душа битвы». Прокачает физмок атаку и физмок деф в процентах, в зависимости от уровня, от 3% до 30. Обратите внимание, что есть дополнительные плюхи от комплектов, когда все сферы прокачаны на 3, 6 и 10 уровни, дают активный скилл. Источник первоначального огня. Уровень 3, 6, 10. На 30 секунд повышается мощность атак и умений сопротивления урона по площади от 5% до 15% в зависимости от уровня. С эффектами способности мы можем ознакомиться на официальном сайте поближе. Давайте пошаримся по местному магазинчику. Шмакаем на кнопку «Магазин» ниже. Открывается окошко магазина свержения с местным ассортиментом. Некоторые итемы нам знакомы, некоторые нет. Давайте по порядку. Запечатанная сфера души «Призрака» дает. Для ее покупки нам понадобятся личные очки свержения, которые персонаж получает свержение, кроша мобов и не только. Информация для тех, кто не знает свержение, пускает персонажей от 110 уровня. Для слабо одетых можно фармить цветы и сферы. Они не требовательны в бусту. Но учтите желающих очень много, так что успевайте. Либо тусите в центральной области в АФК. Далее нам понадобится семя огня 500 тысяч аден. Данный итем требуется для прокачки способности тотем огня. Запечатанная сфера души является своим родом вудбоксом. Поэтому вы можете воспользоваться автоиспользованием сундуков и коробок. Ну или по старинке. Внимание! Выпадение итема душа призрака шансовое где-то 50 на 50. Также итем можно передать, продать в системе комиссионной торговли. Далее сфера огня нужна для АФК способности на новый уровень. Количество итемов зависит от уровня. Требуются личные очки свержения и 1 миллион аден. Свиток призыва священного огня. Своего рода семена. При двойном клике сажает огонек. Горит огонек всего 25 минут. Который при успешном своем завершении прокачивает способность источника огня. Награждает итемом божественный огонь. Семя огня. Источник огня. Впитавший душу цветок. Важно, если вы вылетаете и ликвидуете, все обнуляется. То есть сажаем заново. Эссенция пламени. Увеличивает хп священного огня. Своего рода баф на хп. Для наших огоньков. Стоимость 150 от 1000 аден. Надо взять в таргет наш огонек и выбираем соответствующую строку в диалоге. Обычно она вторая. Далее страж пламени. Дефный баф, который в течении 25 минут не дает стырить наш огонек. Берем в таргет наш огонек и кликнем по соответствующей строчке в диалоге. Обычно она третья. Это первое, что вы должны повесить на слой огонек. Стоимость 150 тысяч аден. Остальное все идут старые итемы, которые были в предыдущей версии. Давайте теперь переходим к практической части. Начнем мы с самых легких сфер. Это душа битвы и исток жизни. Душа битвы. Для ее прокачки нам понадобятся очки умений, то есть СП 10 тысяч и 200 тысяч аден. На один клик. Лимит 100 раз. Обратите внимание, что справа есть кнопочка «Усилить способность». Кликнув по ней, мы увидим статус навыка. Шанс успеха 70%. Необходимые итемы. Полученные предметы в ходе успеха. Они шансовы, но есть возможность урвать запечатанный источник огня, который попадает сразу в сумку. Кликнув по запечатанному источнику огня, два раза с определенным шансом качается способность «Источник огня». Хочу заметить, что в будущем мы будем получать просто источник огня. незапечатанный источник огня, который просто, он качает сразу автоматом вот этот вот первый шарик источника огня. Не чтите это, не нужно его искать в сумке. Чуть ниже, поставив галочку на «Авто» и затем, нажав «Усиление», способность автоматически будет прокачиваться, пока лимит не иссякнет или у меня не кончатся очки умений. Кстати, я получила запечатанный источник огня. Внимание! Если способность достигла 100% и у вас осталась еще куча попыток, жмите «Отмена». В данный момент способность нужно аппать на новый уровень при помощи кнопки «Улучшение». Она рядом с кнопкой «Усиление». Вот данная кнопка. И еще нам понадобится на первый апп 300 штук «Сфер огня». Далее, способность «Исток жизни». Для данной способности нам понадобится 1000 хп и 400 штук руды духа на одну попытку. А у нас их будет 500. Но сильно не обольщайтесь. Из этих 500 штук выпадет от 120 до 160 итемов семени огня, но их нужно гораздо больше. И здесь нам понадобится армия твинов, либо куча адены. Ведь семя огня можно передать или даже продать. Закидывайте твину 100 кк адены, покупайте руду духов и отправляйте в локу, где твин может складывать мобов пачками. Моя гномка обычно отправляется прокачивать исток жизни кроша мобов в кровавых топях. Хп почти всегда по фулу. Вот у меня получается семя огня крафтится. Где-то по времени занимает минут 10. Может быть чуть меньше, если у вас будет в активном окне. Перед тем, как перейти к следующей способности, давайте затаримся в магазине. Кликаем внизу по кнопке магазин. Выбираем первый и том. Из списка «Запечатанная сфера души призрака» покупаем без фанатизма. Для начала 100 штук. Нажимаем «Купить». Нажимаем «Купить». Закрываем магазин. Либо ставим в автооткрывашку, либо кликаем по запечатанным сферам души призрака несколько раз, либо ставим куда-нибудь на панельку и открываем через зажатую кнопку. Напоминаю, что скрытие шансовое. То есть из 120 штук мы можем получить от 40 до 60 душ призрака. Итак, наши души открылись. Закрываем. И переходим к следующей способности. Следующая способность – тотем огня. Скилл уже требует 4 штуки эфира. Надеюсь, вы его никуда не слили. И 1 штуку душу призрака. По мере прокачки данной способности, есть шанс получить итем тотем с призраком. У меня он вот. Напоминаю, что тотем с призраком понадобится нам в магазине для покупки свитка призыва священного огня. Я свои попытки уже исчерпала за сегодня, поэтому не смогу с вами усилить данную способность. Переходим к следующей способности. Частица огня. Для ее прокачки нужен и там посерьезней – божественный огонь. Добыть его можно при помощи кражи священного огня. Подбегайте к огоньку, кликайте по нему, затем открывается диалоговое окно, жмакайте по кнопке «Попробовать украсть». Заметьте, что опять же шансово. Следующий способ – сбор огненных цветов, которые растут в центральной области свержения. Обычно там много жевающих. Стоят с макросными мышками и подкатами, катаются от цветка к цветку. В данной области постоянно расходуется хп, и быстрые псоедом не работают. Еще один способ – это выращивать сами огоньки. Об их посадке позднее. Итак, мы переходим к финальной способности. Источник огня. Прокачка данной способности проста. Возможно простаивать... Прошу прощения, можно простаивать в центральной области источника огня и истекать кровью, где за каждые 5 минут будут начислять очки источника огня. Где-то приблизительно это будет 0,28%. Дополнительно данную способность качаем при помощи итема запечатанный источник огня. Он же является источником огня, то есть просто без запечатки. Это два одинаковых итема с той разницей, что один запечатанный, он падает вам в сумку, а второй нет. Он юзается автоматом. Его мы можем получить с кражи чужих огоньков, он будет запечатанный, прокачки способности душа битвы, запечатанный, через награду свиток призыва священного огня, распечатанный, автоматом заливается в процент способности и собирая огненные цветы. Сделать сброс попыток можно при помощи итема обожженное дерево, которое можно получить в ходе проведения акций. Переходим в магазин и закупаемся местной продукцией Садовод 110+. Покупки следующие итема. Свиток призыва священного огня. Можно купить для начала 10 штучек. Далее эссенция пламени. Закупаем 10 штучек. Следующий страж пламени. 10 штучек. Подготовьте на панельке свиток призыва священного огня. Все купили. Теперь давайте садить. Для того, чтобы посадить наши огоньки, нам необходимо попасть в общую область источника огня, где мы все обратимся в зайцев. Я выбегаю из города. Тоже все начинает лагать. Превращайте меня в зайца. Теперь я стала зайчиком. Смотрим. Видите, у нас сферы такие летают. Это и есть священный огонь. Попытаемся украсть. Кажется, мне опять улыбнулась удача. Сейчас мы посмотрим. Нет, не улыбнулась. Здесь у меня забрали минус 900 очков и СП снижено на 400. В этот раз не повезло. Ну, это дело такое шансовое. Не всегда удается что-то получить путем кражи. Чаще всего то, что не получается. Садим наши огоньки. Для этого нам нужен свиток призыва священного огня. Мы его нажимаем. У нас появляется священный огонь. Вот он рядом с нами. Нажимаем на третью строчку Страж пламени. Напоминаю, что он предотвращает кражу. Вот, он у нас забафался. Используйте эссенцию пламени. Также мы ее юзаем. Ждем. Забафалась эссенция пламени. Отлично. Первый огонек готов. Всего таких мы можем посадить за раз три. Сажаем следующий. Все то же самое. Юзаем страж пламени. Забафался. Начало. Теперь эссенцию пламени. Использовать. Забафалась. Сажаем следующий. Вот он у нас с рядышком появился. Обязательно старайтесь садить их отдельно друг от друга. Иначе вы не сможете взять огонек с таргет. Юзаем страж пламени третью строчку. Начало. Эссенцию пламени. Начало. Вот у нас все забафалось. У меня в пати там без меня ЧП как всегда. Итак огоньки мы посадили и теперь через двадцать пять минут будем собирать урожай. Пробежимся в центральную область. В центральной области расходуется ХП. Здесь обычно очень много народу и как видите прогружается постепенно. В этой области пассивно качается источник огня. Раз в пять минут начисляют очки за то что у вас забирается ХП. Также именно в этой зоне вон огненный цветок видите вот он респается и он дает итемы для того чтобы качать способности дает божественный огонь источник огня семя огня вообще ребята тут стоят вон на макросе очень быстро подкатами забирают эти огненные цветы также огненные цветы возможно я уже сказала что качает источник огня это обычный а не обычно высокого уровня здесь просто все лагает ребята здесь стоят на мышечных макросах поэтому тут только успевает забирать еще в этой зоне не работают свитки быстрого тп то есть чтобы вам переместиться в какую другую точку вам нужно выйти из этой зоны прогреть священному огня можно отслеживать нажав на кнопку форме пламени в верхнем левом углу вот у нас эта кнопочку здесь все три наших огонька с тикающим счетчиком в процентном отношении сколько через сколько он был готов также у нас приходит уведомление над основным меню в форме такого огонька священный огонь после того как огоньок достиг 100 процентов нас выдается награда виде божественного огня семени огня впитавший души цветок очки сервера свержения также источник огня источник огня вы не найдете в инвентаре так как он сразу прокачивает у нас способность источник огня обратите внимание на то что если ваш инвентарь заполнен то награда не будет вам начислено будьте внимательны так как у меня все огоньки достигли 100 процентов я могу посадить новое то же самое можете сделать и вы если данное видео было вам полезным ставьте палец вверх пишите в комментариях какие темы вам интересно узнать по игре подписывайтесь на канал и до скорой встречи